Живание пережёванного. Отними у человека возможность наслаждаться жизнью, и он потеряет её смысл, впадёт в депрессию и начнёт увядать. Поиск счастья — это неотъемлемое свойство не только человека, но и любого другого живого существа. Поиск счастья — это триггер существования бытия. Но вот что парадоксально — девяносто девять процентов всех живых существ испокон веков пытаются извлечь наслаждение из одних и тех же событий и вещей. Только вдумайтесь, абсолютно ничего кардинально нового материальный мир не может предоставить для наслаждения чувств. Всё уже было, всё уже пробовали и перепробовали, и с абсолютной уверенностью можно сказать — всё, что будет, нас не удовлетворит. Это же очевидно. Можете назвать хоть одну вещь, события или человека, которые на протяжении всей жизни так же остро радовали бы ваши чувства, как в первый день соприкосновения с ними. Никогда такого не было и не будет, потому что во Вселенной работает строгий закон Пресыщения. Ничто из материального не может радовать наши чувства на протяжении всей жизни с одинаковой интенсивностью. У каждого есть любимые лакомства, но попробуйте питаться только им на протяжении месяца, и вы возненавидите его. Или попробуйте слушать любимую песню сто раз подряд. Это будет то ещё испытание. Кто-то может возразить. Но позвольте, тысячу лет назад не было тех технологий, которые мы наблюдаем сейчас. Не было телевизоров, автомобилей, парков развлечений, компьютерных игр и многих маленьких радостей, которые мы сейчас благодаря различным технологиям можем испытывать. Хорошо, давайте разбираться. Тысячу лет назад всего перечисленного не было. Это факт. Но мы не можем доподлинно сказать, что этого не было 300 тысяч лет назад, или даже миллион. Ни один учёный со всеми своими приборами не может подтвердить или опровергнуть существование высокоразвитых цивилизаций, которые на протяжении миллионов лет появлялись, развивались и исчезали. Для справки. Для того, чтобы природа полностью поглотила оставленный людьми современный город, достаточно каких-то 300 лет, а через, скажем, 10 тысяч лет от него и следа не останется. А что такое 10 тысяч лет для планеты Земля, а тем более для космоса? Один миг. Тем более, что на Земле периодически происходят катастрофы и катаклизмы глобального масштаба, способные за очень короткий срок стирать с лица Земли города. Поэтому справедливо предположить, что все эти смартфоны, телевизоры, автомобили и так далее уже были. Да и мир не ограничивается только нашей планетой. А теперь порассуждаем с позиции элементарной логики. Предположим, что телевизоров раньше не было. Но что нового в телевизоре? Он транслирует лишь то, что нас окружает. Телевизор не генерирует доселе никому неведомые события. Даже если мы смотрим фантастическое кино, идеи, сценарии, образы и так далее зарождаются в уме сценариста и лишь потом передаются другим людям посредством телевизора. Во все времена каждый в своем уме мог смотреть любые фантастические фильмы, насколько ему позволяло собственное воображение. Или читать книги, пользуясь воображением другого, также представляя все это в уме. Сюжеты тоже весьма ограничены. Все сценарии уже содержатся во вселенском банке мыслей и образов и описывают одно и то же. Темы, волнующие людей тысячелетиями, не меняются. Любовь, ненависть, измена, дружба, отвага, месть, богатство, агрессия и так далее. С помощью каких бы новых технологий мы не пытались наслаждаться, набор чувств у нас все равно один и тот же. Вот скажите мне, что нового придумали люди за многие тысячелетия касательно, скажем, сексуальных отношений? Ничего. Все уже перепробовано миллионы раз, включая всевозможные извращения. Что нового во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной? Опять же ничего. Все те же проблемы и радости, что были у древних людей, есть и у нас. Я упомянул парки аттракционов и компьютерные игры. Любые аттракционы могут себе устроить даже животные. С полетом обычной ласточки не сравнятся никакие американские горки. Комната страха? Люди пугались всегда. Огромные качели? Тоже не нова. Обезьяны гораздо веселее проводят время, качаясь на обычных лианах. Так что нового в этих аттракционах? Какие такие сокровенные чувства они могут затронуть, которые не были затронуты раньше? Ну а что касается компьютерных игр, то наша жизнь покруче любой самой современной игры. И весь спектр чувств, которые мы можем испытать в компьютерной игре, нам доступен в жизни. Еще раз повторюсь, все что мы делаем – жевание пережеванного. И как бы мы не пытались наслаждаться, придумывая все новые и новые способы, все равно наши чувства и эмоции весьма ограничены и не получат больше наслаждений, чем им определено природой. Очень важно понять, что нет смысла тратить много энергии и средств ради попыток получить новые ощущения и какую-то новую доселе неизвестную радость. От того, что у человека не один автомобиль, а 50, он счастливее не становится. Напротив, это яркий показатель того, насколько он неудовлетворен. Только представьте себе, кто-то очень рад обычному велосипеду и довольствуется им десятилетиями. А человек купил 50 автомобилей, но так и не успокоился, и готов покупать дальше, думая, что 51 уж точно его удовлетворит. Это болезнь ума. Все блага материального мира вместе взятые не сделают нас счастливее. Так устроено Богом, и нам этого не изменить. А это значит, что ради наслаждения чувств не нужно прикладывать чрезмерных усилий. Великий философ Диоген говорил, лучшая приправа к пище – это голод. А ведь точно подмечено, не еда приносит радость, а своевременный ее прием. Когда вы сыты, никакое изысканное блюдо вас не порадует. Но когда вы голодны, то и кусок хлеба покажется райским блаженством. А за глоток воды в пустыне мы будем готовы отдать что угодно. Все живые существа умеют наслаждаться тем, что даровано им природой, и только человек никак не может угомониться. Даже если человек создаст личную планету, где все будет устроено так, как ему нравится, он все равно однажды заскучает, сядет в космический корабль и отправится на поиски новых ощущений и впечатлений. Истинное счастье не во внешних вещах, оно внутри нас. Радовать нужно не тело, а душу. Только ради удовлетворения души имеет смысл прикладывать особые усилия. Душа, истинное я, никогда не может быть удовлетворена счастьем, полученным из временных материальных вещей. Душа питается исключительно счастьем вечным, духовным, источник которого – Бог. И пока мы будем потворствовать своему коварному уму и отождествлять себя с материальными чувствами, думая, что душа и тело – суть одно, удовлетворения нам не найти. Из жизни в жизнь нам придется вновь и вновь приходить в этот материальный мир для того, чтобы в очередной раз, жуя пережеванное, получать лишь капли радости из бесконечного океана трансцендентного блаженства.